Что подарить нашей брутальной половине человечества? Так вышло, что за Днём Защитника Отечества закрепились хрестоматийные подарки. Носки, бритвенный станок и парфюм. Интересно, какой он идеальный подарок на 23 февраля? Какие обычные подарки дарят вам, что принято дарить в этот день, и какой он самый идеальный подарок? Принято дарить? Носки. Мужчин. Это же банально, не банально? Да нет, почему? Носки важны, да? Конечно. Написать папе и дедушке открытку, там, где я их поздравлю. Бывают для мужчины ещё букеты из, ну, знаете, всяких солёностей. В общем, такие мужские букеты тоже. Это как бы, несмотря на гендер, я думаю, любому мужчине будет приятно. Подарок. Самые лучшие там и красивые, без масок. Идеальный подарок. Ну, хорошее настроение жены. Этот праздник сменил немало названий. День Советской Армии, День Рождения Красной Армии и День Рождения Вооружённых Сил и Военно-Морского Флота. Изначально 23 февраля поздравляли военнослужащих, ветеранов и тех, кто находится в запасе. А сегодня добрые пожелания принимают все, кто защищает наши семьи. Отцы, мужья, братья и сыновья. Что пожелаете в этот день мужчинам? Хотите поздравить? Ну, в этот день можно пожелать всего хорошего, чтобы любили, ценили свою половинку. Ну, пускай все наши мужчины будут здоровыми. Ну, во-первых, я желаю всем мужчинам здоровья, семейного благополучия и терпения. И крепких нервов. Хочу пожелать, чтобы они любили своих женщин, заботились о них. И чтобы каждая любимая женщина была для них единственной. Ну, саровским мужчинам я желаю, чтобы они оставались мужественными, смелыми, защищали своих женщин, приносили в домашний очаг какое-то спокойствие, здоровье крепкого. Ну, и чтобы их любили, уважали, на работе ценили, конечно, чтобы они в достатке были там, чтобы они зарабатывали хорошо. Наша ночь, все, всем самого хорошего. Наша редакция поздравляет всех мужчин с Днем Защитника Отечества и желает счастья, здоровья, любви и исполнения самых заветных желаний.